Возможности мелиорации в Ростовской области используют лишь на 20 тысячах гектаров земли, хотя орошать возможно больше 70 тысяч. Чтобы земля не простаивала и приносила пользу, яблоками, сливами и деньгами от их реализации жителям области предлагают открывать кооперативы. Наша задача, чтобы такие кооперативы были созданы в каждом муниципальном образовании, так как это важно. То есть люди должны знать, что выращенная продукция у них будет закуплена, переработана и продана дальше. Те, кто растит, хранит и перерабатывает фрукты или овощи, должны объединиться для взаимной выгоды. Успешным опытом делится филиал компании «Фритолей Мануфактуринг» в Азове. Он работает вместе с производителями картофеля, предоставляет им семена, ведет научную работу по подбору сортов и технологии хранения. Всего на территории Ростовской области поставщиками картофеля для производства чипсов, а наш основной бренд это «Лейс» является 8 поставщиков. С общим объемом законтрактованного картофеля в этом году порядка 40 тысяч тонн. Планы по увеличению объемов производства именно в Ростовской области на ближайшие два года будут, я думаю, увеличены в полтора раза. Крупные компании, как правило, сами овощи и фрукты не выращивают, привлекают малый и средний бизнес. Крестьянско-фермерские личные подсобные хозяйства, готовые создать кооперативы, получат от области существенную материальную поддержку. Для каждого кооператива заложено по 70 миллионов рублей. Один кооператив получает 70 миллионов рублей. Естественно, они не должны приходить просто с идеей. Это должен быть грамотно выстроенный бизнес-план, показывающий все взаимоотношения. Для этого сейчас в корпорации развития создается центр компетенции, который уже с конца апреля, начало мая начнет работать. В центре компетенции можно будет получить консультации по созданию кооператива. Экономисты помогут грамотно составить бизнес-план для получения финансовой поддержки. Анна Туполева, Фатима Зурабова, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дон.